Дошли до торгового центра здесь, так как праздник, там куча детей, музыка. По-моему, в прошлом или позапрошлом году мы здесь были в это же время, и то же самое было. Там дети прыгают, играют. Столько счастья для детей. В путешествии не надо никого? Здесь есть лифт, можно будет подняться. Здесь огромный продуктовый магазин. Нам продуктового не надо, мы там были вчера или позавчера. Практически ничего не купили и оставили 500 лир в магазине. Честно говорю, с двумя такими небольшими пакетиками пришли домой, 500 лир. В Турции все подорожало. В Турции все подорожало. Это курочка. Это все мясо. И здесь рис. Ждем, пока принесут наш заказ. Я заказала ассорти на мангале. Там, наверное, будут пару кусочков мяса, пару кусочков курицы и так далее. Сынуля спит. Доча наворачивает. Она перед выходом хорошо так поела. Я дала кашу, пшеничную кашу. Сварила фарш, добавила немножко лук. Хорошенечко сварила, пропустила через блендер. Она поела это, потом следом поела еще смесь. Прошло всего два часа. Ну, может быть, за то, что мы возле моря гуляли. Еще она здесь погрызла хлеб. Булочку, точнее. Она вообще у нас любит покушать. Вся в своего папулю. Папа тоже у нас с хорошим таким аппетитом кушает все. Вот она такая же. Это хорошо. Не будет капризной в еде, мне кажется. Сынуля, он более такой избирательный. Когда я ему даю что-то из ложечки, он раз так краешком, с краешки ложечки возьмет, так попробует на вкус. Потом уже начинает есть. Вот так вот. Муж заказал рыбу. Бу балак диньма? Балак диньма. Рыба? Я заказала вот. Котлетки у меня здесь. Курочка и мясо. Ну, в принципе, нормально. Так много. Чё? 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 Вот это блюдо. Это я не ем. Он знает. Его блюдо... Не помню. Скажу потом. Как она смотрит, как папа всё, что ест, а она рот открывает. У неё только что накормили. Ай, я не могу. Ха-ха-ха. Чай. Ей, конечно же, чай нельзя, у неё свой чай. Ну, интересно же то, что родители кушают. Ну, вот мы и поднялись, в принципе, на второй этаж. Здесь текстиль. Сейчас я вам покажу немножко цены. Пляжное полотенце. Вон, размер указан 86 на 162. Стоит 60 лир. Любые расцветки. Пляжное оно называется, потому что яркое. Так. Обычные полотенца. 30 на 50. 8 лир. 50 на 90. 20 лир. И 70 на 140. 44 на 105. Это у нас 50 лир. Халатики. Так. Цены, цены, цены. Цены не написаны. А, написаны 150 лир. 150. Не на каждом месте цена. Да, по 150 они все. Вот эти вот халаты. Они такие средней толщины. Так, здесь полотенце. Те же самые цены, но расцветки разные. Надо будет мне полотенца тоже выбрать. То наши уже устарели. Вот халат 130 лир, например. Ну, такая расцветка не очень. И он такой тоненький. Здесь мужские. 190 лир цены, я вижу. Здесь, по-моему, поприличнее халаты. 170. Да, вот это получше. Похоже чем-то на мой. Тоже 170 лир. Детские халатики. 135. Ну, они все по 135. Ой, я думала, это моя, что ли. Вот такие вот цены. Такие тоненькие полотенца. 20 лир. 50 на 90. Размер. Все выглядит, конечно, красиво. Мне интересно, как они влагу впитывают. Вот эти по 25 лир. Тоже 50 на 90. Ну, цена такая, потому что вот здесь вот вышивка цветочки. И вот вижу, наборами что-то продают. Халаты наборами. Два халата, например, здесь. 450 лир. Нифига себе. Только два халата здесь? Хочу вот такие цены. Сейчас я тоже выберу что-нибудь. А, вот побольше полотенца. По 60 лир. 90 на 150 размеры. И 70 на 150. 40 лир. Где мой муж? Привет, привет, мои хорошие. Сегодня мы ходили вот сюда вот. Батыгез, это глазная больница. Клиника, точнее. Частная клиника. Проверяли деткам глазки. Я в Дагестане постоянно проверяла. Здесь вот первый раз. Все хорошо. В принципе, никто и не сомневался, что все хорошо. Помучили только деток. То капли закапали, то снимки делали, то то, то сё. Сынуля очень капризничал. Ну, все. Все позади. Главное, прошли контроль. Сейчас пойдем где-нибудь погуляем. Там погода суперская просто. Отличная. Отличная просто погода. Погода суперская. Себе пойдем. Ай, стей, стей, стей. Они оба хотят спать, потому что они спали, когда им открыли глазки и начали проверять. Тама. Ну, пойдем, короче, где-нибудь прогуляемся. Папу отправим в офис. Ну, и, конечно же, мои хорошие, мы решили заехать в парк прогуляться. Так как это больница рядом с парком. Как можно? Как можно упустить такую возможность? Заодно дети подышат свежим воздухом. Послушают пение птичек. И я тоже отдохну. Ну, здесь просто релакс полнейший. Вот эти деревья так пахнут. Цветочки. Такс. Видите, потихонечку вот эти стебли уже дают листочки уже зелени. Я где-то пару недель здесь не была, да, и за это время вот так изменилась уже вот такая зелень. А к лету будет вообще много-много зелени. Мои пупсики. Коляски. Ох ты. Тишина. Какой кофсе сегодня? Народу мало. О, там тоже с ребеночком гуляют по травке. Ля-лисик топает. Видимо, бабушка с дедушкой. А, уже на тренажеры залезли. Молодцы люди, молодцы. Я же говорю, что что, а отдыхать турецкий народ умеет. Расслабляться точнее. Сегодня много я в парке снимать не буду вам, потому что уже сколько раз это снято. Потихонечку, понемножечку сниму. Погода, как я и говорила, у нас прекрасная. 22 или 23 градуса. Ну, я на всякий случай взяла курточки детям, потому что к вечеру может похолодать. кто его знает. Измерить такое место, может быть, солнце и через 2-3 минуты полить дождик. Такс. Так непривычно идти и одной рукой снимать. Вот так вот все вокруг. Там поливают. Само собой, все здесь не растет. Здесь работает куча народу. Поливают, стригут все, ухаживают. Когда бы я здесь не гуляла, всегда здесь кто-то поливает, кто-то травку стрижет, кто-то деревья обстригает. Всегда. Так, еще раз повторюсь с глазками. У нас, Аль-Хаммель, все в порядке. Сказали, следующую проверку можно в полтора года сделать. Мои хорошие, хотела знать, на какой вопрос ответить. Меня спрашивают, как изменился мой стиль после переезда в Турцию. Это, конечно, не такой частый вопрос, но мелькает. Стиль в одежде. Вы знаете, да, изменился. Я раньше ходила, когда жила в Дагестане, постоянно ходила. Юбки, платья, ну джинсы тоже, брюки тоже я носила, но всегда на вот таких вот каблуках. 10-12 сантиметров каблуки у меня бывали. Платформу я не носила никогда, но это не мое. Обычный тонкий каблучок классиком. Всегда вся одежда с каблуком. Джинсы тоже я носила с каблуками. Не всегда, конечно, с тоненьким, но с каблуком. У меня были пару сапог и пару осенних балеток, по-моему, без каблуков. Это я покупала, когда вышла первый раз замуж. И все. Остальное все всегда на каблуках носила. После переезда в Турцию я потихонечку-потихонечку перешла на вот такую вот обувь без каблука. Сперва я искала просто обувь без каблука, потом я уже потихонечку начала смотреть и спортивную обувь. Спортивная обувь, вообще спортивная обувь, спортивный стиль, это было вообще не мое. Я носила спортивные костюмы, у меня были кроссовки, но это было не так часто. Сейчас у меня очень много спортивной обуви, полуспортивные и так далее. Да, стиль изменился. Я начала покупать вещи, которые мне удобны. Особенно с появлением детей. Ты ищешь уже комфорт. Естественно, чтобы это было красиво, да, но комфорт на первом месте. Джинсы также остались в моем гардеробе. Платье тоже есть в моем гардеробе, но понимаете, да, что на прогулку с детьми, с коляской я платье и туфли на каблуках надеть не могу. Пока нет. Может, когда они начнут ходить, мне будет проще с этим, а пока нет, я не могу такое. Поэтому, да, и здесь знаете, здесь 99% женской половины ходят кроссовки, спортивная обувь, спортивный стиль. Стиль. Напугали моих детей. Стиль casual. Чтобы было удобно. Если ты будешь ходить здесь на каблуках, ты и так выделяешься. В принципе, ты иностранка, ты и так выделяешься. Если ты будешь ходить на каблуках, то ты будешь выделяться вообще. Вот. Но я заметила здесь одну особенность. Когда я надеваю юбку или платье, я ловлю на себе больше взглядов, чем когда я в джинсах или брюках. Так. Куда ты выкинула бутылочку? Ты хочешь сказать, ты наелась? Ты не доела. Дай, не дай. У меня дочь ест, и ей надоело, и она выбросила бутылочку. Сыну или только проснулся, а он спал у меня. Вот так вот, мои хорошие. Так что стиль поменялся. Но я не перестала любить платья. Я по-прежнему так же люблю платья. По-прежнему люблю обувь на каблуке. По-прежнему я это все люблю. Буду носить, когда будет получаться. Отказываться от этого полностью я не собираюсь. Полностью переходить на обувь без каблука не собираюсь. Когда какие-то торжества или детки подрастут, я обязательно буду носить, конечно же, обувь на каблуке. И еще огромный плюс тем, кто ездит постоянно на машине, не ходит пешком. Тем можно носить каблуки и платья. Почему нет? Если ты пешком не ходишь. А если тебе приходится ходить пешком и на общественном транспорте, то каблуки и платьюшко красивое, это чувствуется как-то чуть-чуть неуместно. Вот. Это чисто мое мнение. Поделитесь, как у вас, турецкие жены, у вас стиль изменился. Я уверена, в принципе, что изменился. У 90% меняется со временем. Первое время, когда я приехала, вся обувь у меня была на каблуке. И муж мне говорит, пойдемте, вы купите меня без каблука. Я говорю, что? Я никогда не буду носить вот это. Потом, когда пришлось ходить по этим спускам и подъемам, вот это я надела все-таки. Ладно, закрываю камеру, сынуля уже окончательно проснулся. Спасибо. Спасибо.